Ирина Ивановна, я на общественных слушаниях обращал на это внимание, и сейчас хотел бы обратить внимание на ваш отчет. Мне, знаете, это напоминает, ну вот как семейная пара какая-то, да? Есть жена, муж уезжает, приезжает, и жене говорит, ну что ты, куда деньги потратила, которые я тебе оставил и запланировал? Она говорит, ну, как бы вот туда, 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 туда. Он говорит, так как в планах-то у меня что было? Она говорит, ну зато в прошлом году я меньше заплатила, или наоборот больше заплатила. А еще и сосед пришел, представляете, я еще у него заняла, как заняла, и так долгов много. Ну вот заняла и все. А потом еще приходит еще один сосед, говорит, он нам тоже денег дал. А что, давать не надо? Не надо. Коллеги, давайте продолжим работу, анекдоты рассказывать дома. Владимир Николаевич, я еще раз говорю, на что я обращаю особое внимание. В отчете мы ни разу не услышали сравнения исполнения бюджета с нашим основным законом, с бюджетом. Ни одной вообще цифры даже рядом не было. Шестнадцатый год был, да. А мы же с вами вместе принимали бюджет семнадцатого года. Все молчат, что-то почему так? Мне кажется, это вообще неправильный подход по отчету. Вы сравниваете ваше исполнение, что вы как министр финансов сделали, с нашим документом, с нашим законом, с которым мы там все голосовали. Спасибо. Хорошо. Ну, во-первых, я одну секунду буквально сейчас кратко отвечу. Во-первых, хорошо, что мы с вами не семейная пара, потому что иначе тогда мы вообще бы не сделали никакой бюджет. Там все есть. Закон вам, закон отдан давным-давно, еще в феврале месяце. Там есть все сравнения, я имею в виду в текстовое. Понятно, в докладе, это я бы еще докладывала три часа. А вообще в текстовом варианте есть абсолютно все. Если есть какой-то конкретный вопрос, я могу ответить. Зачем нам шестнадцатый год-то тогда? Для чего? Вы во всем отчете, вот в прошлом году так, в семнадцатом иначе. В шестнадцатом так, в семнадцатом иначе. Хорошо, я учту ваше пожелание. Так, есть еще вопросы, коллеги? Я напомню, что мы за основу законопроект приняли. Если нет, тогда предоставим слово Комарову, Сергею Владимировичу. Который и организовал, проводил публичные слушания в этом зале, комитет всесторонний, все представители были. И в итоге, пожалуйста. Значит, с вашего позволения, коллеги, чтобы быть корректно понятым, я начну со своей части ответа Валерию Николаевичу Старостину. Валерий Николаевич, значит, на первой странице рекомендации публичных слушаний, которые вы сказали, что были на публичных слушаниях, приведены цифры, сравнение не, кстати, в одной таблице с шестнадцатым годом, но и с планом-фактом закона, который действовал на момент его отчета. Вот эти рекомендации, вот эта таблика. Я могу зачитать слух. Здесь около семидесяти цифр, и они все где-то девятизначные. Можно мне их зачитать? Это недолго, минут сорок. Не надо. Дело в чем-то, потому что на рекомендациях все это было, все это разжевано, все это показано на десять рядов. И чисто для проформы, потому что для существа дело, объективно говоря, важнее как раз по сравнению с прошлым годом. Чего мы там себе понапланировали одно, а важно, что произошло в шестнадцатом и что произошло в семнадцатом. И это здесь все есть. Поэтому на рекомендации это все отражено. Но со своей стороны скажу, что не погружаясь в циферную, так сказать, и в детальную часть, что отчет здесь был представлен, а на публичке он был представлен в два раза длиннее, и там все понятно по всем направлениям, куда, сколько и чего. Общие тенденции. Сокращается долговая нагрузка. Как по облигационным займам, так и по кредитам коммерческих банков, из которых мы вышли в сто процентов. Их просто нет. А есть практически бесплатные бюджетные кредиты федерального центра, которые тем паче и реструктуризованы. Это первое. Второе. Мы, и нас всегда принято, как бы каждый всегда старается себе сыпать пеплом на голову. Так вот, четко подчеркиваю. Обратите внимание параметральные вещи реструктуризации, которые навязывает федеральный центр. Чтобы понять, как живут регионы. Он говорит, больше 4% дашь, говорит, в 2018 году, мы тебе реструктуризацию примерно будем продлять с 7 до 12 лет. А мы за прошлый год, при каких-то отсутствии каких-то суперсворц-мажоров, собственно, увеличили на 14,7%. Вот вам соотношение. То есть, проще говоря, мы четко бежим вперед чуть быстрее. Проблемы, есть эти проблемы, потому что хочется, чтобы они еще быстрее решались. Разбитые дороги, кредиторка, там и тому подобное. Вот сейчас про бензин начали говорить. Я прошу прощения, там все здесь взаимосвязано. Но мы с вами решаем социальную задачу. Мы с вами начинаем платить полностью по 17,862, с учетом 60% 30 районов, 30 северных республики Хакаси, установленные президентом и федеральным законодательством МРОД. По всей стране мы начинаем давать огромные деньги в карман населению. Что вы хотите? Все, вперед инфляция. Все взаимосвязано в этой стране. Это нормальное явление. Но мы решаем социальную задачу. И решение которой, Ирина Ивановна, теперь в отчете. Отчеты эти взаимосважены. Представляет Ирина Ивановна отчет цифровой, финансовый. Смысловой, простите, представлял председатель правительства, глава республики, когда он отчитывал соответствия законам. Рассказывал про сравнение, социальные размеры квадратов метров, школ, человеков, населения и так далее. Это разные вещи. А потому повторяться и останавливаться на этих вещах смысла нет. Все это на 10 рядов разжевано. Скажу лишь только, что в публичных слушаниях после обработки всех выступлений мы, Владимир Николаевич и коллеги, включили 45 пунктов. Также вместе с Минфином, которые продуманы и которые совершенно включены туда не случайно, а имеют характер его в исполнении. Более того, я еще один хотел акцент сделать, чуть перескакивал, Владимир Николаевич. Что вот в том законе о бюджете, который сейчас будет правиться, мы же про отчет прошлого сейчас говорим, там примерно треть позиций, которые звучали на публичных слушаниях, что их надо решать. И они решаются уже сейчас поправками и бюджетным финансированием 2018 года. Поэтому из 45 пунктов публичных слушаний рекомендационной части, значит, 18 вошло в постановление, которое единогласно, редкий случай, кстати, поддержано на комитете по бюджету. На комитете по бюджету правлено, Александр Васильевич, вот эти позиции, которые связаны с вот этими почнами, вот это мы все как бы убрали, выкинули, поменяли, как выпросить. Потому что, ну, действительно, грамотные указания. Поэтому постановление, которое содержит 18 позиций, рекомендации в 6 направлениях, почему на Верховному Совету, правительству, правительству совместно с Верховным Советом, где сдвоены инициативы, значит, правительству с органами местного самоправления, где они без правительства просто не могут отдельно, органы местного самоправления, 6 направлений, всего 18 пунктов. Коллеги, оно здесь есть, всем вам роздано, единогласно поддержано комитетом и согласовано с правительством, чтобы это не было просто порожними идеями, а чтобы было как план реализации. Потому, Владимир Николаевич, если вы не возражаете, с учетом представленного и разработанного проекта постановлений, прошу этот закон принять и утвердить. Уважаемые коллеги, я просто тоже напоминаю, у нас как отдельных поправок к данному законопроекту вообще не поступило, а не в ходе слушаний, до публичных, после, и, естественно, корректировка вносилась уже в тот проект, который был. А все, что вот как бы мы хотели пожелать, отметили недостатки и, самое главное, задачи, они изложены в самом постановлении о принятии бюджета, об исполнении бюджета за 2017 год. Предлагается, мы за основу приняли, предлагается законопроект и постановление, соответственно, о принятии этого бюджета за 2017 год принять. Сразу мы можем принять, раз поправок нет, первым во втором чтении. То есть, в целом, кто за принятие данного закона об исполнении бюджета за 2017 год, прошу принять, проголосовать. Против всем, 32 за, воздержалось двое. Так что, Сергей Владимирович, не обольжайте, что единогласно голосуют. Ну, кто-то недослышал, кто-то пропустил. Это все бывает.